друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал сканеры мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что друзья мои давайте с вами обсудим последние два ролика сканеров которые они выложили уже на блюдечке буквально с голубой каемочкой прежде чем мы с вами перейдем к обсуждению этих кино шедевров я вам хочу сказать о том что я позавчера открыла свой новый дзен канал ссылку закреплю в комментариях переходите подписывайтесь ссылка будет в закрепленных комментариях подпишитесь потому что там надо будет если будете там писать комментарии то для того чтобы там писать комментарии доставлять комментарии там нужно быть подписанным на дзен выкладывать по-прежнему я буду как выкладывала в общем и на дзене и на ютубе да но единственное что возможно ролики на дзене у меня будут выходить раньше, нежели ролики на Ютубе. А так, в принципе, все то же самое, как было, так все и остается у нас в прежнем режиме. Ну что, ребят, почитала я комментарии под предыдущим моим обзором. Сейчас хочу обратиться, причем, да, вот к некоторым товарищам, которые, я так понимаю, мне совсем не товарищи. К тем, которые постоянно «Ой, тебе там 36 лет!» Пишет там «Научись говорить не на Украине, а в Украине!» Слушайте сюда внимательно. Я уже миллион раз говорила, ну, ничего с меня не убудет. Миллион первый, могу сказать, миллион второй, миллион третий и еще. Вы можете говорить, как вашей душе угодно. Мне писать об этом не надо. По правилам родного русского языка, на котором я сейчас вам вещаю, правильно говорить на Украине. И всю жизнь, я вам напоминаю, я из тех людей, которые ездила, летала на Украину, всю жизнь была и там, на Украине, было на Украине. И сейчас, по правилам нашего родного языка, русского, ничего не изменилось на Украине. Вы можете говорить, как вам угодно. Если вы будете продолжать, обращаясь к некоторым личностям, пытаться все это дело ввести там в политику и так далее и тому подобное, тут же вы будете забанены. Даже не сомневайтесь, у меня рука не дрогнет. Не дрогнет. Ведь здесь не политический канал, чтобы вы разводили политические баталии на моем канале. Надеюсь, услышали. Те товарищи, которые очень переживали по поводу на Украине, еще раз хочу сказать. Если вы такие глупые, но если умеете читать, зайдите, загуглите, посмотрите, откройте Википедию, правильно будет на Украине, по правилам русского языка. Я и разговариваю на русском языке. Не на французском, не на английском, не на украинском, а на русском языке. Надеюсь, запомнили. Ну что, друзья, вы знаете, вот честно, два ролика достаточно такие, я бы сказала, длинные. Один ролик на 25 минут, другой на 35 минут. А в принципе, по большому счету, даже говорить не о чем. Есть, конечно, некоторые интересные моменты, о которых я сейчас хочу вам рассказать. В общем, ролик начинается с того, что они были в Испании. Собственно, об этом мы с вами уже говорили. Прилетели они в Испанию, прилетели к Таниной сестре. Все это обсуждали, все это говорили, все это комментировали. И дальше, представляете, они летят уже на Украину, к себе в Днепр и так далее. Прилетели, Таня стоит, вещает, рассказывает о том, что мы уже в Днепре. Мы прилетели, мол, к себе домой, к нашим родным и близким, как она сказала. Будем, говорит, здесь две недельки, но, говорит, у нас здесь есть дела. И, в общем-то, как-то так. Но, в принципе, мы со зрителями моими предполагали, что они могут полететь на Украину. Был у нас такой, пусть маленький процент, да, подозрения, что, возможно, такое может быть предположение. Но как-то все-таки, наверное, вот до последнего я что-то, честно, отказывалась в это верить, потому что, знаете, как-то очень беспечно, да, в такое время, в такую ситуацию лететь на Украину, тем более с двумя детьми. Причем, обратите внимание, Андрей не полетел на Украину. Он не полетел. Испугался, побоялся, не захотел, но не полетел. Да, он прилетел в Испанию, в Испанию прилетел, и уже на обратном пути он как раз-таки с ними, насколько я понимаю, улетал домой. Но на Украине он не был. А Таня не испугалась туда полететь вместе с детьми и так далее. Все хорошо, прекрасно. Она показывала нам там, вот, смотрите, фонтаны, вот, смотрите, магазины, вот, смотрите, лазалки, ну, это я говорю так, как говорит Таня, да, на которых так любит лазать, как она говорит, значит, вот, да, Ульяна. Ульяну там показывает, там, приехали, там, значит, к матери, да, значит, вот, за город, и вот она показывает персики. Ульяна ест персики, Ульяна ест виноград. В общем, какой-то, знаете, вот детский сад, такое впечатление, что и вообще вот эти вот разговоры с детьми, я вот смотрю, Илюша, 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 Илюша. Вы знаете, не придираюсь, нет, вот даже объективно, абсолютно, ну, в любом случае, вот смотришь, да, ну, хорошо, окей, он был у тебя Илюшей в 5 или в 7 или в 8 или в 9, там, ну, даже нет, пусть в 5-7 лет. Ну, сейчас ты кричишь, он взрослый, здоровый парень. Он выше тебя уже ростом, он уже взрослый подросток. Ну, такое впечатление, что, знаете, какой-то мальчик детсадовский, да, вот эти вот штаны на лямках, детский сад, это вообще складывается впечатление со стороны, что Таня это какой-то воспитатель, друзья мои. А, значит, Ульяна и Илюша как раз такие-то маленькие, такие, знаете, неразумные детки, за которыми Таня постоянно бегает, 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 бегает. Короче, ребята, это просто трындец. Понравился момент, когда Таня, поедая персики, глядя на дерево, которое было усыпано, друзья мои, персиками, она говорит, ой, как вкусно, ой, так вкусно, персики такие, персики, 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 и говорит, да-да, так, а ну-ка, давайте, давайте, обращаясь, типа, к детям, она говорит, давайте, давайте, вставайте, давайте, сейчас принимайтесь за работу, будем, мол, типа, собирать вот эти персики, а то вот посмотрите, правда, никто там не дернулся, никто собирать персики не собирался, да, видимо, решили, что и так сойдет, ладно, там, бабушка соберет, все там, без нас сделают, и на этом, как говорится, нормально. В общем, ребят, по большому счету смотреть там было вообще нечего, абсолютно нечего какие-то, знаете, я бы вообще сказала, что вот лично для меня такие видосы, это, знаете, хорошо для какого-то хом-видео, для какого-то домашнего видео, да, для чего-то такого, вот просто для какого-то личного, для своих, да, для какого-то узкого круга людей. Но вот честно, мне было бы стыдно вот такие видосы, как в качестве влогов, выставлять на просторах Ютуба, потому что это настолько непрофессионально, это настолько смешно, вот это вот Таня бегает, как эта курица-насетка, Илюша, Илюша, Ульяна, Ульяна, все, на этом все. По поводу того, читала тоже мало, почитала комментариев под предыдущим своим обзором, по поводу того, куда, чего они полетели и так далее. Но Таня сказала, что у них были дела. И вы знаете, скорее всего, у них действительно были дела, потому что иначе они бы туда не прилетели, я так думаю. Вообще, я была уверена, что они останутся в Испании и больше никуда не полетят, я думала, они там и встретятся со своими родными и близкими, но нет, они отправились как раз-таки на Украину, в Днепр. Не знаю, ребят, понятия не имею, кто-то написал о том, что, может быть, они решили там остаться. Вот, честно, я в эту версию вообще нисколько не верю. Во-первых, да, там сейчас не такая ситуация, чтобы там оставаться. Ну, а во-вторых, как ни крути, Андрей еще тогда, когда они только-только приехали жить по Гринке в Америку, он же сразу сказал, что, конечно, на Украине таких плюшек нет и никогда не будет. И они прекрасно понимали, что они очень хорошо устроились в Америке. Да, они особо ничего толком не делают, но он как бы работает по мере своих возможностей. Таня вообще ему как, в принципе, партнер в браке, она ему по большому счету особо ничем не помогает. То есть, да, она создает вроде как дома уют, опять же, да. Ну, это те, так скажем, женские моменты, которые все женщины делают уже после работы. А если брать их семью, опять же, да, семью, которая переехала пять лет назад, то как-то, знаете, у них никаких движений вперед нет вообще. Тоже читала комментарии по поводу того, что, возможно, они решили остаться в Европе. Ребята, никогда в это тоже не поверю по той простой причине, потому что в Европе как раз-таки все не так просто. В Европе ты не останешься, да. В Европе для того, чтобы тебе куда-то устроиться на работу, тебе нужно знать язык. Это не Америка, в которой, да, огромное количество русскоязычных работодателей, где ты можешь устроиться, не зная языка, там чуть ли не изъясняться на пальцах, можно вообще на родном русском языке, да, и проблем у тебя никаких не будет. В Европе все гораздо строже и сложнее. В Европе даже для того, чтобы выучиться на какой-нибудь, там, знаете, уборщицу, да, ну пусть она будет называться по-другому, не суть важна, там надо учиться где-то три с половиной года, три и восемь месяцев, да, и плюс еще и знать язык и так далее. То есть там все очень-очень с этим строго. Там такой халявы и расслабленности у них, конечно же, не будет. Ну и вот этот сам ролик один, другой. Просто ходили, бродили, ну, показали нам парк, толком ничего не сказали, толком ничего не рассказали. О, здесь было так, ой, вот тут вот этих скамеек не было, а вот эти скамейки были, а вот этих скамеек не было, а вот эти только поставили. Так интересно, ребят, это просто контент the best, да, особенно учитывая тот самый момент, что блогеры снимали пять лет на просторах Ютуба. Знаете, вот что раньше они не пытались напрягаться нисколько, да, я имею в виду даже про блогерскую деятельность. И сейчас, в принципе, они себя не пытаются как-то, вообще не пытаются, вообще нисколько. По какой причине они туда летали, не знаю, но я думаю, что в любом случае со временем мы с вами узнаем. Хотя, кто его знает, да, когда Андрей пытался рассказать про, значит, свое путешествие, что вот они отправятся в дальнее путешествие, в дальнее долгое путешествие, как они сказали, да. Помните, как Таня его тут же одернула на полусловие, сказав о том, что так не надо, не надо, сейчас об этом не говори. Кстати, это еще к слову о том, как некоторые верят в то, что Таня такая прямо, знаете, безропотная, такая вот безмолвная, такая прямо вот девочка, девочка, пай девочка, которая не в состоянии даже Андрею слово поперек сказать. Это далеко не так, Таня вообще не такая, да, мы ее видели прекрасно, когда она не знала, что ее снимают, и реагировала достаточно, так, знаете, я бы сказала, ну, с характером, это было сразу понятно. Поэтому Таня там не последняя скрипка в этом оркестре от слова совсем, и, да, от нее тоже многое зависит, естественно, возможно, как она сказала, так и будет в некоторых моментах, да. Ну, а на камеру, конечно же, Андрей, глава семьи. Ну, а так, ребят, ничего нового, все, все по-старому, в общем, вот такой у меня получился обзор, совсем небольшой, рассказывать нечего, да, вот, знаете, мне иногда нравится, как некоторые пишут, ну, ни о чем, ни о чем, а вы хотите, чтобы я изобретала велосипед, когда они ничего не показывают, вот эти хождения по мукам, вы меня извините, о чем там рассказывать, ну, вот, да, вот, единственная новость, что они прилетели на Украину, изначально они прилетели в Испанию, в принципе, я так и думала, что они будут там отдыхать, но, а потом они поехали дальше, вот, собственно, все. По какой причине сказали по делам? Я не знаю, может быть, они решили продать свою квартиру, если она у них еще имеется, может быть, они ее продали уже давным-давно. На что хватит их квартиры, вот этой хрущевки? Да ни на что, собственно, не хватит, если только, возможно, на какой-нибудь первоначальный взнос для того, чтобы взять ипотеку. Не знаю, будут ли сканеры брать ипотеку, мне кажется, что они такие вот люди, которые, наверное, на это, может быть, даже никогда не решатся. Ну, а вообще, в принципе, продать квартиру можно было бы и находясь в Америке, и в этом проблем нет никаких, да, но, видимо, все-таки нужно было их присутствие. В общем, ребят, что вы думаете сами по этому поводу? Пишите вы в комментариях, жду ваши комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на Дзен. Всех целую и обнимаю. Всем хорошего дня, берегите себя, своих родных и близких. Всем пока-пока.